Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин и это Луни Тюнс Безумный Мир. Открываю, в общем, я игру, а у нас ограбление. Случилось ограбление, кто-то стырил мой ящик. Давайте проведем реванш, отобьем его, тем более, что защита противника прям совсем слабенькая, всего лишь 10796 против моих 16 с копейками. Сейчас быстренько его вынесем и будем продолжать играть. Проходить задание ежедневный, потом там какой-то новый ивент, там какая-то кошка новая, кошечка, кисуля такая, красотка, будем, в общем, попытаться его выбить. Так, ну что, давай сначала вот так. Может, включим автобой, так будет немножко побыстрее и, наверное, получше. Хотя автобой, честно говоря, не особо люблю, потому что, ну, как-то, не знаю, в общем, мне больше нравится самому играть. Так, ну что, расправились с поросятиной, теперь у нас кто-то, парикмахер Бакс, минус, вынесли. И это, по-моему, как он, Паш называется, Койот Паш, что-то такое. В общем, победа, победили, вынесли просто на изи, 3 звезды, плюс 76 кубков, ты представляешь? Это прям крутотенечко. Так, нам нужно ежедневные сейчас поделать, потому что я еще их не сделал. Кстати, ребятушки, сегодня будет очень много сюрпризов, потому что будем крутить колесо. Там у меня много накопилось этих билетиков. Так, стопэ, давай, что такое? Тут только что был сундук, вот он, появился. Что-то подлагивает, я не пойму, в чем дело. Эй, давай назначайся. Что такое? Это очень странно. Палец советует, ага, все, вот теперь будет то, что нужно. Самых своих сильных бойцов я сюда закладываю. Пускай охраняют. А мы пойдем, кстати, что у нас в Союзе? Забрать. В Союзе были ребята, но потом они почему-то, не знаю почему, вышли. Что-то им, видать, не понравилось. Ох, 10 поросятины и 5 бакса. Отлично, это хорошо. Смотри, у нас еще и мир. В миру закончено задание, забираем карты. Так, сколько там фагорный сбойник? Плюс 3, блин, 500. Это так дофига? Это столько долго, я вот его уже прокачиваю, никак не прокачаю. Пеппи Барт, тоже долго. Долго копится, надо улучшить ему домик, тогда будет больше карт выпадать. Ох, наконец-таки, пес Деспорадо, слушай. Сейчас мы его повысим и вместо него можно кого-то другого воткнуть на повышение. Может быть, даже ведьму Лезьех я сюда вставлю. Не знаю, посмотрим, астронавтика пока оставлю. Слушай, ну кого, кого выбрать, а? Либо, 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 либо может быть Баксабания. Давай, ракета, ракета-морковь. Ой, нет, 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 смотри, он нам карт не принесет, он нам вообще ничего хорошего не принесет, потому что, как бы, у него не слишком прокачано это. Дом его. Так, можно стартануть, да, Лезьех. Пускай она, короче, прокачивается. Так, а мы пока мы сейчас пойдем куда? Мы пойдем в герой и повысим нашего космического... Космического кого? Стоямба. Оу, ноу, как так? Кого-то же я должен был... Кто-то из космоса у нас был... На повышение шел. Не понял. Что-то я, ребятки, ничего не понимаю. Почему так? Почему так происходит? Это очень странно. Кто-то, кто был в скафандре, я точно это помню. Это был из космоса, чувак. Пустыня, ну, никак это... А-а-а! Тю, вот это я отдаю. Пес Деспирадо, вот. Хе-хе-хе. Перепутай, ребятки, прошу прощения. Ну, повышение. Вот, четырехзвездочный. Что происходит, я не пойму. Короче, у нас повысился, да? Или нет? Сила 3, 539. Ну, в принципе, нормально. Повышать мы пока, если мы дальше больше ничего не будем. Не усиливать, ничего. Так, идем, ребятки, в ежедневный. Посмотрим, что у нас там... Что мне там нужно сделать. Я уже, честно говоря, не помню. Ежедневные цели. Так, реатомизатор. Кстати, будем сегодня запускать реатомизатор. Обязательно. Драки, вторжения и повышение уровня. Ну, окей. Так, давай, в общем, кого повысить, а? Хотя, что я все... Давай, пойдем в космос. И повысим... Ну, я не знаю. Давай, ведьму повысим. Так, именно. По минимуму. Потому что деньги уходят прям просто ужасно. Не хватает денег. Так, нам нужно пойти по Любасу вот сюда еще. Нужно сейчас кого-то ограбить. Какой-нибудь сундучок. Хорошенький для начала нужно выбрать. Так, мне уже, ребятки, попадали здесь даже седьмые сундуки. Вы представляете? Седьмого уровня. Это очень круто. Может быть, даже и сейчас что-то попадется. Будем надеяться. Так, смотрим. О, смотри, какой крутой сундук. Это очень хороший сундук. Но его защищают сила 17708. Я не одолею. Не затащу. Придется открыть, наверное, вот этот вот. За 14682, да? Так, самые мои силачи тут уже есть. Сидят. Обучены, прокачены. Поэтому, ребятки, атакуем. Идем смело в бой. И будем сейчас выносить в пух и прах всех. Так, давай, погнали. Авто. Так, тут просто Десперадо, конечно, серьезный парень. Но у нас есть читерский скунс. Который должен прям тащить. Тащить в смысле не то, что он будет бить всех. А именно лечением будет всем помогать. Так, смотри. Добили кота-фотографа. Так, то есть Десперадо насторожеет. Такая рука около пистолета. Пальц шевелится. Он такой ждет. Думает, есть что? Я сейчас стрельбану. Но, мне кажется, дела у него будут плохи, ребятки. Потому что у него больше пол-хп нема. Уже даже еще больше. Ну, смотри, он сильный. Реально, у него очень слабенько хп уходит. Ой-ой-ой, оглушили нашего усатика рыжего. Да что же они все время только... А, я знаю. Он провокацию сделал. Поэтому они все на него и агрятся. Короче, осталось у нас, ребятки, два соперника. Два противника. Уже один остался. Это вообще хорошо. И динамит. Динамит всех победит. Так, что он делает? Провокацию, что ли, делать? Я не пойму. Что этот петух творит, а? Так, смотри. Полнехоньки жизни прям у всех. Представляешь? Все-таки Скунс реально хороший персонаж. Поэтому я его и прокачиваю. Хочу прям его прокачать. Буду его все время прокачивать. По максимуму. Реально он крутой. Так, ну что? Давай-давай-давай. Загрузочка такая. Прям долго. Слушай, заодно и стыбрили ящик. Давай назначим. Так, пес Деспираду охраняй. Мой пес охранник. Так, смотри. Мы тут что-то можем забирать. Так, повышение уровня. Так, в состязании. Хорошо. И что у нас осталось еще? Реатомизатор и три боев вторжения. Ну, вторжение-то можно прям вообще по-быстренькому сделать. Что я хочу. Кстати, ребятки, вы обратили внимание. У меня 235 энергии. Это реально много. Несколько дней копил. Практически не играл. Просто, ну как, играл, но по-малу, так сказать, копил. В общем, не знаю. Зачем копил? Ну, надо было. Пригодится, короче. Так, давай на авто. Все сейчас тоже зафигарим. Заодно частик гектара пособираем. 7. 7 илудиума. Это хорошо. Так. И еще давай 7. 6. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, ребятушки. Теперь шуруем в реатомизатор. Реатомайзер, можно его еще называть, да? Так, где наш реатомизатор? И откроем, конечно же, ядерный. 125 илудиума. Представляешь, это можно открывать, не переоткрывать. Так, Порки. Хорошо, бабуля. Так, Джоманды. Зашибись, это хороший персонаж. Йосимити, тоже ничего. Так, Пёрзный Бернард. Марвин Фат. Ну, такое, в принципе, все нормальное. Так, что тут будет? Давай еще. Ух ты, опять 6. 6 персонажей. Ух ты, класс, бабуля, космонавтка. Отлично, Порки, шофер. Эх, чуть-чуть не хватило, чтобы его прокачать, да? Ну, в принципе, и так, довольно-таки неплохо. Опа, это что-то крутое должно быть. Бабуля. Это просто бабуля. Неужели она такая, она, наверное, эпическая, мне так кажется, да? Ну что, еще крутануть, а? Что, еще что-нибудь есть хорошее? Реатомизатор космоса. Давай реатомизатор космоса попробуем. От 13. Ай-яй-яй. О, можно будет его прокачать. Нет, чуть-чуть не хватило совсем. 6 карт. Блин, ну только всего. Один персонаж. Давай лучше еще ядерный. Покрутим, так сказать. 5 персонажей. Ну, тем не менее. Вот, ведьмочка, хорошо. Порки фермы. 28 частей, представляешь? Это кто будет? Марминфат. Нет, пенелопа. Пенелопа-круз. Так, что у нас по предложениям? Давай посмотрим. Бесплатный ящик, наверное, будет, да? Должен быть. Так, мы, конечно же, его берем. Что же отказываться-то? Халява. Луний ящик. 10 энергии. Хорошо. Магазин лиги. Я, кстати, в золотой лиге уже не помню. Во второй, либо в третьей. Что-то такое. И, кстати, ребятушки, у меня вот этого зелья опыта у меня накопилось тоже реально дофигища. Сейчас сами все увидите. Покажу вам, что я не вору, что я не обманываю. Так, повышение уровня. 216 зелья опыта. Вот это мощное. 63 того и 54, которое поменьше. Короче, это реально немало. Так, ну что, мы забираем. Давай ежедневную свою награду. Билетик. На балетик. Забрать. Смотри, даже не тормозить, не лагать. Все прям отлично. И теперь, ребятушки, идем крутить колесо. Колесо удачи. Где оно? Вот это ежедневное колесо. Смотри, 12 билетов. Ох, сейчас будем крутить, не перекрутить. Может, что-нибудь крутое выпадет. Блин, я так хочу, чтобы выпал вот этот, как его, красненький. Что-то вылетело совсем с головы, как его зовут. Йосемити? Нет, не Йосемити. Ну, в общем, вы поняли. Да, блин, вот так вот все время оно на нем практически останавливается. Но все-таки перекручивается. Ух ты, вот это круто. Вот это хорошо. Пеппе Барт. Вот это мне нравится. Давай еще. Ай-яй-яй, ведьмочка. Как так? Почти видел? Ха-ха-ха-ха. Чит какой-то, да? Показал не на ведьму, а выпала ведьма. Очень странно. Ух ты, ну стой же ж ты, говорю. Вот видишь, вот все время оно прокручивается мимо этого красненького. Да ну... Это шутка такая. Так задумано, что ли. Стоять! Ай, ты посмотри, какой прикол. А тут взяло и не докрутило. То перекрутило, то не докрутило. Что ж такое? Ну! Это просто кошмар. О, смотри, можно этого будет повысить. Кота-разбойника. Да что творится-то, а? Хе-хе-хе. Вот прикол, приколович, да? Да что... Да-я-я-я-я-я. Сейчас бомбить буду. Бомбит пуканчик. Стоять! Неужели? Неужели? Госсомир, я вспомнил, как его зовут. Господи, это же Госсомир. Хе-хе-хе. Да уж. Вот, ребятки, кстати, вот эта киса-кисуля. Забыл, как ее зовут. Смотри, какая, да? Гламурная, модная, какая-то как будто из Испании. Такая страстная испанка в красном одеянии. Даже шляпа у нее красная. Кстати, это все называется, ребятушки? Это называется все... Подиум. Событие называется Подиум. Тут, кстати, тоже тяжело. Я как бы думал, что все будет легко. Даже на начальных вот этих уровнях все равно было тяжело. Так, давайте попробуем пойти все-таки сюда. Посмотрим, сможем ли мы здесь что-то сделать. Слушай, может прокачать, а? Наверное, нужно их прокачать. Короче, все у них мультяшки-коты, да? Самый сильный у нас кто? Вот этот фото... Ой. Личилкин, фотограф. Потом вот этот кто? Какая-то котяра тоже. И разбойник. Сильвестр, разбойник. Окей, давай попробуем попрокачивать. По крайней мере, попытаться, так сказать, да? Самый сильный у нас, который, по-моему, из леса был. Вот этот, да? 37-й левел. Ой-ой-ой. Вообще слабенький какой-то. Ну, тут, конечно, денег надо много придется потратить. А вот этих озельки, как бы я не беспокоюсь. А вот денег придется потратить... Мне даже не хватит, чтобы прокачать его на 44-й. Ты представляешь? 78, 80, 650. Отмена! Отмена, как на кассе. Охрана, отмена. Так, ну попробуем, хорошо. По максимуму. Сейчас все бабло в него вкину, да? Получается. И, возможно, даже еще и проиграю. Возможно, даже и так оно. Так, 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 так. 77, 78. Блин, третий раз я это делаю. Вернее, второй. Так, все, после 78 больше ничего не надо нажимать. Так, ребятушки. Главное, не повторить опять эту мою ошибочку. Так, так. Так, так, так. Все. Примерно вот так вот. Так, 43-й. И тем не менее, смотри, сколько денег ушло. Практически 80 тысяч. Я не прокачал его даже до конца. Так, ладно, погнали. Посмотрим, что из этого будет. Надеюсь, вы держите за меня кулачочки. Кулачки свои. Так, ну и как-то 11, 842 против 12, 607. Ух, посмотрим, что сейчас будет. А будет, наверное, что-то интересненькое. Коты. Мои коты-воители. Котяры. Так. Смотри, тут вот эта гламурная бестия, да? Модная пенелопа ее зовут. Из события подиум. Ну что, доверимся им, да? Включим авто. Потому что прям, когда так все серьезно, я переживаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что с моим котом Сильвестром Разбойником происходит? Посмотри, что они делают. Они просто практически сразу с порога его выносят. Все, хана ему. А-а-а-а. Лечилка. Ты не вовремя подлечил. Поздно, вернее. Поздно. Да уж, ребятушки. Ну, как бы, в принципе, шанс победить небольшой. Но есть. Ну, хотя, короче, не знаю. Давай я авто все-таки выключу. Буду как-то пытаться сам что-то делать. Потому что это очень мне не нравится. Так, сейчас. Ага. Она еще и, смотри, она еще и агрит на себя. Все, что это такое? Какая-то атака интересная. Так, смотри, давай вот этого выносим, наверное. Ох, нет, не вынесли. Это нехорошо. Это очень плохо. Так, вот что делать? Лечиться? Придется лечиться. Потому что хпшек мало у Лечилкина. Так, это... Это не массовое. Я чуть не перепутал. Так, кошка-кошечка, а? Модная пенелопа. Давай мы тебя поцарапаем. Царап-царап тебе устроим. Так, это повышение чего-то там. Так, их... Короче, 3 на 3 мы остались, да? Давай используем массовую. По 35 снимает. Очень мало. У него снимает по 49. У его кота-фотографа. Конечно, ему немножко повеселее. Смотри. Бьем, бьем. А атаки что-то не проходят. Уклонение. Она уклоняется. Она еще и лечится. А почему моя пенелопа не уклонилась? Непонятно. Так, мы будем лечиться. Нас просто так не одолеешь. Уклонение. Да посмотри, что она творит. Это... Это женщина, пенелопа. Хватит уклоняться уже. Минус 65. Короче, нужно, мне кажется, с ней расправиться в первую очередь. Потому что она прям какая-то самая вреднюка. Судя по всему. Так, так, так. Все, хана тебе. Ай, нет, 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 нет. Да посмотри. А какая... Чего она такая желчая-то? Надеюсь, это не восстановление жизни? Нет. Так. Сейчас мы с ней расправимся. Фух, наконец-таки. Двое против трех. Это уже лучше. Так, сейчас нам нужно подлечиться. Желательно, конечно. Вот, рыбочки. Съедим рыбоньку. И... Чего, на этого нельзя нападать, да? И цап-царап устроим вот этому. Баксу бани. Так, снижение. А, повышение атаки. Я думал, снижение ихней атаки, повышение нашей. Так, чё это тут за автобой пошёл? Я не понял. Пенелоп сама нападает на... На прозрачного, на невидимого кота. Так, ну, как бы всё, победили, да? Может, надо было автобой действительно не включать. И, возможно, я бы победил даже без потерь. А так, видишь, потеря. Но, правда, плюс 10 волосочек у нас. И тысячу дали монет. Это, конечно, не очень много. Мелочь, но приятно. Так, ну и что? Открылся у нас, в общем, второй... Второй акт. Но, ребятушки, сюда я просто-напросто не пойду. Хотя, давайте попробуем. Попробуем. Возможно, тут уже другие персонажи пойдут сюда, да? И так оно, в принципе, и есть. Тут уже Леопольд. О, Пепе Барт. Сюда можно воткнуть его. Леопольда. Потом вот этого. И до Федака из шоу-бизнеса. Смотри. А шанс-то ещё есть, в принципе. Ну, давай, пойдём сюда. И вот тут, мне кажется, можно смело втыкать автобой. Потому что Пепе Барт, ну, вы сами знаете, он просто красавчик. Так, наверное, длинное слишком получится видео, ребятки. Сорян. Кто досмотрел до конца, прям будет вообще красавчик. Вот. Высидеть все эти 20 минут. Сейчас, в общем, вот этот боёчек и будем заканчивать. Так, ну, тут тоже не всё так, я бы сказал, прям просто, да? Вот это что за чувак? Это тоже какой-то Пепе? Какой-то лесной Пепе, я не знаю. А, это либо... Он с этой, скажи мне, со снежной местности. Пепе-певец его как-то назовут вроде бы. Боюсь ошибиться, но что-то, по-моему, похоже на то. Так, нужно Гектора выносить. Практически этим мои парни и занимаются. Вот, хорошо, псинку вынесли. Теперь, судя по всему, будем агриться на Пепе. Пепе, вот смешной имечка, да? Придумалишь такое название для него. Так, что там за поцелучки происходят у нас? Это нам не нужно вообще. Так, так, смотри, осталась одна тычка ему и ему будет хана. Вот, вот, да, фишу из бизнеса добивать. Всё, ребятушки, вас осталось двое, вы в меньшинстве. Поэтому будем вас выносить. Так, смотри, Бакс Ковбой, ты что-то вообще какой-то слабачок, да? Прям хпшки у него уходят на ура. И остался Поросятинка. Поросёток. Остался один-одинёшенник. И прям, смотри, все его фигалят, метелят. Он пытается, конечно, что-то ещё там лечиться, но тебе это, свинота, не поможет вообще никак. Победа, три звезды. Отлично. Так, десять иллюдиума. Это две с половиной тысячи монет. Это вообще прям отлично и хорошо. Мне нравится. Слушай, может, нужно было стрим устраивать, а? По этой игрушке. Я что, не думал, что будет прям всё удачно. Ну, это уже ладно, поздно. В общем, ребятушки, на этом, как я уже говорю, прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. А с вами был Вовкин. Пока-пока.